Второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла, глава 1. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет. И на которого надеемся, что еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы считаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равной вы нашою в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слова наше к вам не было, то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мной и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над вашей верою, но мы с поспешистуем радостью вашей, ибо верою вы тверды». 2 Коринфянам 2 глава Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною, это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. 3 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. 4 Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. 5 Для такого довольна сего наказание от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. 6 А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 7 Придя в Троаду для благовествования Христе, хотя мне и отверстия была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего, Тита. 8 Но, простившись с ними, я пошел в Македонию, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 9 Ибо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. 10 И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. 11 Неужели нам снова знакомиться с вами? Глава 3, 2 Коринфянам. 12 Неужели нужны для вас, как для некоторых одобрительные письма, к вам или от вас? 13 Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. 14 Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 15 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. 15 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. 16 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его, приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? 17 Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует слава и служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. 18 Ибо если приходящая славно, тем более славно пребывающая. 19 Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. 20 Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. 21 До ныне, когда они считают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. 22 Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 23 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 4 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 23 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 24 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 25 Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 26 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 27 Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 28 Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. 29 Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. 30 Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше и во многих произвело благодарность во славу Божию. 31 Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 32 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. 33 Ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 5 глава Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. 34 Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногами. 35 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 36 На сие Само и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 37 Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. 38 То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому и ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. 39 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 40 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестем. 41 Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. 42 Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. 43 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 44 Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 45 Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 45 Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. 46 Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам Слово примирения. 47 Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. 48 От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 48 Мы же, как спаспешники, умоляем вас, что благодать Божия несчетно была принята вами. 49 Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. 50 Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 50 Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. 51 Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии. 52 В благости, в духе святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. 53 Нас почитают обманщиками, но мы верны. 54 Мы неизвестны, но нас узнают. 55 Нас почитают умершими, но вот мы живы. 56 Нас наказывают, но мы не умираем. 57 Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 58 Мы нищи, но многих обогащаем. 59 Мы ничего не имеем, но всем обладаем. 60 Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. 61 Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. 62 В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. 63 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? 63 Что общего у света с тьмою? 64 Какое согласие между Христом и Велиаром? 65 Или какое соучастие верного с неверным? 65 Какая совместность храма Божия с идолами? 65 Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 66 И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами-черями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 66 Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. 67 Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. 68 Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобил ее радостью, при всей скорби нашей. 69 Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. 69 Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас, 70 Пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. 70 Так что я еще более обрадовался. 71 Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. 72 Ибо вижу, что послание то, опечалило вас, впрочем, на время. 73 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, и опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. 74 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 75 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. 75 По всему вы показали себя чистыми в этом деле. 76 Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. 76 Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным и радостью идти та, что вы все успокоили дух его. 77 Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но, как вам мы говорили всю истину, так и перед титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. 78 Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. 79 Второе Коринфянам, 8 глава. 79 Увидавляем вас, братья, благодати Божией данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизобитоществует в богатстве их радушия, ибо они доброходны по силам и сверх сил. 79 Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар участия их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. 80 Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. 81 И как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете Исею добродетелью. 82 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 83 Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. 84 Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. 85 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. 86 Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. 87 Но чтобы была равномерность. 87 Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка. 88 Чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. 2 Коринфянам. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова, такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. 3 С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и при том избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношения и вверяемых нашему служению. 4 Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. 5 Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. 6 Что касается до Тита, то это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. 2 Коринфянам 9 глава Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. 3 Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случаем, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы когда придут со мной македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. 4 По всему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенные уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. 5 При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 6 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. 7 Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 8 Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. 9 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. 10 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. 11 Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. 2 Коринфянам 10 глава. 2 Коринфянам 10 глава. 3 Коринфянам 10 глава. 4 Коринфянам 10 глава. 5 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 Коринфянам 10 глава. 6 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 Коринфянам 11 глава. 7 Коринфянам 11 глава. 7 Коринфянам 11 глава. 8 Коринфянам 11 глава. 8 Коринфянам 11 глава. 8 Коринфянам 12 глава. 9 Коринфянам 12 глава. 9 Коринфянам 12 глава. 9 Коринфянам 12 глава. 9 Коринфянам 12 глава. как и мы. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И не удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо? К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. А не евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Аврамова? И я. Христовы служители? В безумии говорю. Я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано было мне по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благоскловенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ореты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 2 Коринфянам 12 глава. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. 3 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, в теле или, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу похвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас не достает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но будущий хитр лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами. Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. 2 Коринфянам 13 глава. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы так же, хотя немощен в нем, но будем живы с ним силою Божией у вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеясь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А всем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.